Всем привет, народ! Это Мнев. Снова возвращаюсь к теме периферии, а именно грызуны. Грызуны приятные, универсальные, разные, и за счет того, что они разные, можно бесконечно долго искать свой идеал. И вот этот вот миниатюрный идеал, который еще меньше, чем мышка Corsair из предыдущего обзора, в котором я вспоминал как раз-таки подобную маленькую мышку Razer Orchid, от которой у меня остались очень смежные впечатления, вроде в руке хорошо сидит, но аккумуляторы, которые тут и будут еще в тесте, разряжал буквально за два дня. И вот как раз-таки вот этот вот грызун, очень маленький, очень приятный, мне напомнил все вот это как раз-таки приятное, и плюс еще в руку лег очень достойно и очень удобно, учитывая, что я не маленький. А те, кто видел меня на Игромире, мне часто говорили, что думают, что я ниже, чем есть на самом деле. Я где-то 1,96 в росте, если не уменьшился от старости. И теперь, я думаю, можно поставить большой палец сверху, нажать на колокольчик, и снизу напишите, пожалуйста, комментарий с маленьким грызуном, которого тоже было бы интересно сравнить, протестить, и вообще вот оценить, как это вот может быть в маленьком исполнении. А пока будем знакомиться с Asus Carry, который стоит около 4 тысяч рублей. Причем неделю назад он стоил 4,5 тысяч рублей, так что мышка еще и дешевеет. Начать я хотел бы с самого главного, это то, что внутри мышки. И здесь у нас довольно-таки не стыдный сенсор Pixart 3330. Это урезанный 3360, который может максимальное разрешение выдавать в 7200 dpi, что более чем достаточно. Мышка беспроводная, имеет два типа подключения. Bluetooth с частотой опроса 125 Гц, что превращает Carry в жуткого слоу-тормоза. В общем, неприятный, но зато ресурсный, очень долго-долго может работать от батарейки. И с ноутбуком во время путешествия это будет прям хороший вариант. И второй вариант это Bluetooth. 2,4 Гц, частота опроса максимально 1000 Гц. И как раз-таки с Bluetooth можно пользоваться фирменным ПО, настраивать высоту отрыва, отклик, все-все-все, что только вам душе угодно. Все эти настройки позволяют настроить грызуна более индивидуально и под каждого игрока, вот в частности, как он есть. Теперь двигаем к тому, что у нас еще глубже зарыто в этой мыши. Мышка у нас открывается, верхняя крышка у нас фиксируется, она на магнитах. И здесь мы можем увидеть два посадочных места для аккумуляторов, либо батарейки типа АА. И к этому мы вернемся отдельно, очень подробно рассмотрим, как она работает. И сравним с Orchid, который был у меня когда-то. И есть еще два сменных свеча Amron. Изначально стоят синенькие, я уже поменял их на серые. Одни у нас работают 50 миллионов, другие работают 20. Как раз-таки этот 20 миллионов работает, но при этом они нравятся мне больше. На колесике у нас переключатель Каил, а на боковых кнопочках, которые не самые удобные, под большую руку с маленькой мышкой, у нас находятся обычные квадратные переключатели, которые живут, к сожалению, недолго. Но, как правило, этими кнопками ты действительно будешь пользоваться время от времени. И если раз в месяц вспомнишь, что они есть, то хорошо. В общем, закрываем мышку и теперь давайте поговорим о ее эргономике. Мышка очень маленькая, она в высоту всего 38 миллиметров, в длину 101 миллиметр. Плюс еще она сделана действительно качественно. Верхняя часть монолитная, выполнена из серого такого полуматового пластика, который, возможно, с таким легким перламутром. И кнопка нажимается практически по всей длине, и это удобно. Подходит это все под пальцевой, либо под полукогтистый хват, причем с моей большой рукой. И для ребенка, либо для крошечной девушки это, возможно, даже будет такой ладонный хват. И мышка позволяет это сделать. Боковины выполнены в виде хороших, толстеньких, таких плотных резинок, которые имеют направляющие в виде линий. Это выглядит необычно и очень классно держит пальцы. А не потому, что резина такая немножко мягковатая. И от этого хват становится очень крутым и удобным. Плюс еще с левой стороны есть две кнопочки. Да, они различимы, но под пальцевой хват, под большую руку не очень удобно их нажимать. И свайпом они нажимаются, ну так, не очень удобно. Но при этом, по крайней мере, одну кнопку ты можешь очень хорошо нащупать, ощущать. И можно ее настроить на какую-то отдельную задачу. А вторая кнопка, как правило, где-то теряется. И это на самом деле очень сильно расстраивает. Снизу у нас есть четыре небольшие тефлоновые вставочки, которые позволяют мышке скользить очень хорошо. Ровно посередине находится сенсор. И плюс еще у нас тут есть переключатель Bluetooth 2.4 и, соответственно, выключение. Кстати, экономию энергии, либо неэкономию энергии в режиме 2.4 можно настроить в фирменном ПО. Так что об этом тоже не забывайте, чтобы аккумуляторы в игровом режиме при максимально высокой частоте опроса быстро не кончались. И вот теперь как раз-таки давайте перейдем к аккумуляторам. Мышка маленькая, юркая, удобная, с хорошими техническими характеристиками. Удобно сидит в руке. Можно назвать ее даже универсальной в какой-то мере, но хочется, чтобы она была легкая. Сейчас здесь стоят аккумуляторы Panasonic, которые тяжелые. Можно поставить обычные батарейки, которые идут в комплекте. И они вроде как бы чуть-чуть полегче, но все-таки мышка перевешивает за сотку. И как раз-таки для таких случаев у меня есть парочка аккумуляторов Nickel Cadme, которые одна штука весит 13 грамм. Я их поставил сюда, и вес мышки у меня стал чуть-чуть меньше 100 грамм, что меня приятно удивило. И плюс еще, эти аккумуляторы на 700 мА уже умотанные годами, и они стояли когда-то в Razer Orchid давно-давно-давно. И здесь они продержались 5 дней активной работы, игры. И плюс еще я смонтировал последний видос, который выходил на канале о Ryzen 3800X. Хотя видосов, наверное, вышло еще больше, поскольку в разное время я все делал и еще не все выложил. А в мышке Razer, когда они были еще новые, на 2 дня хватало Nickel Cadme аккумуляторов на 700 мА. В общем, показатель довольно-таки хороший. И в принципе, рецепт, как сделать эту мышку легче, довольно-таки прост. Берем Nickel Cadme аккумуляторы на 1200 мА, они есть. И мышка будет жить ощутимо дольше, потому что у меня, во-первых, аккумуляторы уже давно убитые, мне кажется. Не знаю, сколько у них реальная емкость сейчас есть. А во-вторых, они всего 700 мА. И еще, что меня порадовало в этой мышке, в комплекте поставки за 4000 рублей. А, к примеру, за 4000 рублей у конкурентов такого может не быть. Но тут, типа, нет элементов питания и аккумулятора, а идет только две батарейки. Есть чехольчик, очень приятный. Есть шильдик и дополнительные свитчи. И это делает как раз-таки вот этого грызуна очень родным с более старшими мышками. Например, Гладиусом вторым, который также имеет сменные кнопки. Плюс разбирается-то здесь как бы все, ну, сильно просто. Сделано качественно. Ничего здесь не люфтит. Крышка сидит надежно. И, ну, не трещит, не шумит. И Кэрри получился действительно достойным маленьким грызуном. И всем, у кого маленькая ладошка, и либо те, кто любит маленьких грызунов, Кэрри можно рекомендовать. Плюс еще довольно-таки все-таки демократичная стоимость для мышки с подобным функционалом и с подобным оснащением. 4000 рублей в сравнении с конкурентами. Это даже намного дешевле некоторых. В общем, все. На это можно поставить большой палец вверх, еще раз напоминаю. А это нужно для канала, так же как колокольчик и комментарий. Тревел-мышка игровая есть. Нужно просто покупать ноутбук, ездить и во время, когда ты не работаешь, играть в игры, отдыхать и путешествовать. Такой идеальный сценарий, на который, к сожалению, нужно много времени и денег. Надеюсь, это все у вас будет так же, как и у меня. И, в общем, еще раз напоминаю и всем пока. Продолжение следует...